так друзья здравствуйте сегодня шестое декабря несколько дней назад я снял два фильмы под таким грустным названием если хилы сразу в гроб особо их не заметили 300 400 просмотров вот поэтому особо помочь никому не могу но это сегодня завтра где-то когда-то прогремит железо при слове железо сразу тысячи тысячи десятки тысяч людей полезут в интернет искать кто такой железо для этого надо чтобы я уже знаю что надо умереть тогда мой авторитет резко повысится но вот этот промежуток между умереть и жить вот сейчас я еще шевелюсь я решил восполнить так 72 года с лишним я пережил среднестатистического российского мужчину наверное уже лет на 5 на 10 статистика страшно грустно несколько возможностей умереть я не использовал вот тут с одной стороны дайте помните анекдот там было курить не значит придется бросить пить бросить женщин бросить вот за родину отдать жизнь да отдам с удовольствием зачем мне такая жизнь вот то есть если жить то полной жизнью как я понимаю как я представляю вот и тогда я решил поделиться опытом как удалось дожить до то что считается по нынешним временам чуть ли не подвигом до 72 лет время такое и так рассказывал про моржевание смертельно астму вылечил моржевание назвал первый период дикое моржевание страшные морозы босичком в енисей температура у понесе и тогда эти те годы еще лет плавал еще нет не перекрытый был до конца уже лед плавал я между льдинами купался вот не советую никому даю информацию 100 человек повторит мой путь 99 вылечит астму сотый умрет или от тромбоза или от остановки сердца от переохлаждения сотый вот дело рисковать или нет уже с открытыми глазами рискуйте и рискуйте второе большинство таких городов как абакан красная загазованы так что наши легкие забиты грязью а я привез литр грязи из норильска самого вредного смертельного производства это гидрометаллургия никеля вот это второй мой совет походы в горы с этим с таким трудом что еле 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 на пределе сил и тогда только когда она дышит надышался до предела когда кончали силы почти помирал у меня начиналась работа и оттуда выливалась из легких из бронхов огромное количество жидкости представьте себе эту мерзость которая в себе копил годами желто зеленую слизь вот в огромном количестве несколько походов я их это как называется я это все копил копил несколько походов и все это из меня изрыглось советую повторять тем кто живет красный арт загазован до предела абакан загазован до предела миллионы людей работают на вредных производствах глядишь одного спасу потому что человек потом потом следующий этап онкология шутка ли знаете что такое это соли никеля это онкология вот а и мне 72 никаких этих следующий момент по порядку я должен был еще на риске чудом не умер уехал до 34 года да как вспомнить и дикие невероятно эти самые головные боли и я и ночами часами не терпел один друг мой 35 умер инсульт другой 45 инсульт так помолодела это все и вот моя была очередь я переезжаю сюда более не прекратились что я делаю дальше то что здесь пониженное давление 702 730 в среднем 35 37 27 28 это ненормально я с первых помню счет чуть ли не с украинской школы четырехлетки я помню что давление должно быть 760 это и с нормы остальное отклонение а здесь постоянная низкая год за годом вот а это уже для нас для многих смертельно вот что я сделал на мое счастье я не утрирую на мое счастье я облысил остатки волос брил вот это вот некрасивые остатки этот пух я сбривал полностью сейчас я лысый вот и меня появилась возможность каждое утро я просыпаюсь моя голову потому что еще остатки перхоти были мою голову каждое утро вначале крутой кипяток так что она перегревалась до того что с трудом терпел ну допустим секунд 20 потом выключаю включают только холодно она у нас всегда холодная крайне вот и жду когда она нас полностью остынет и замерзет вот проходит месяц два три чудо и с тех пор прошло почти 40 лет не к разу не болела голова и вот исполняется 72 и где-то месяцев пять назад у меня вдруг я удивился голова заболела а для меня это означает конец я не хочу быть этим инсультниками не хочу быть парализованным я не хочу никому надоедать жить вот я а а я-то последний год то просто последний год перестал вот так вот к утром кипяток горячую воду а потом холодную я быстренько вернул это самое и меня уже месяца 5 месяц поболела голова и месяца 5 не болит вообще то есть я опять утром сначала или на кипяток потом ледяная вода вот вернула это прошпора я рассказывал спор это наросты соли на костях на пятки в основном вот дикая боль как будто раскаленный гвоздь воткнули пятку вот лазер не помог не помог эти таблетки вот вылечил себя сам два тазика в одном очень горячая вода в другом ледяная вода туда ноги сюда ноги потерпят потерпят потом туда может секунд по 20 потом сюда потом туда через месяц спор исчезла навсегда почему навсегда потому что я время от времени вспоминаю об этом как-то года два назад ой вдруг пятка заболела я перепугу опять два тазика тут же лень прошла и все и до сих пор и в общем нету у меня никакой споры я могу плясать эту а пока вот следующий момент сейчас я все выложу итак еще раз головная боль уже еще и два способа лечения первый это насильно улыбаться то есть вы не хотите улыбаться в это время думаете про повышение цен про то что это самое зарплата кончилась в общем понятно грустно вот насильно вы будете улыбаться и головная боль может пройти можете пройти на вас пройти еще раз как головную боль можно вылечить следующий момент научили меня на специальных курсах я уже забыл как же фамилия то это самого целителя его представитель здесь лекции читал и тренировал нас значит все забыл запомнил только сам саму методику закрываем глаза и мысленно шаримся по мозгам ищем источник каком именно месте головного мозга находится очаг боли вот и вы же знаете что такое головная боль это спазм сосуда и не пропускается этот самый киркей кровь значит просто возникает из этого боль спазм и вот когда ты нащупаешь это место и начинаешь об этом думать в это место поступает как бы она разогревается и спазм прекращается голодная боль прекращается неплохой вариант согласитесь так у меня кажется мотор работал машине холодно было так надеюсь все равно меня было слышно сейчас я подумаю что вам еще сказать вот что же еще сказать а тут меня упрекали я провожу вебинар еженедельно по понедельникам и вот и один вебинар начал совета мы были с тимошкой с внуком здесь деревне где я сейчас вот нахожусь вот и я сфотографировал момент когда мы стучали грушу лучше меня давно десятки лет вот и тогда получилось так что он этот товарищ который хоть обиделся на меня когда просто 200 минут я рассказывал для чего нужно бить грушу каждый день ну дураку ясно для чего чтобы не получить по морде лишний раз понятно а он обиделся сказал вам вы должны были проводить вебинар по садоводству отняли у меня две с половиной минуты ладно больше этого так не делал зато я решил снимать отдельные фильмы вот один из них допустим про грушу и так есть такое понятие когда организм насыщается на гормонами наркотиками это бывает состояние крайней усталости или состоянии опасности вот и один из способов чтобы это стало нормальным и всегда быть готовым к опасности это приучить к чему-то чтобы это происходило автоматически например я когда маржевал и потом меня уже прошла это астма страшная а я уже не хотел мне было лень мне было холодно вот а у меня получалось так господи чем не надо вот телевизор вот чай вот еще это крепче чая вот тебя это подушка нет я не хочу я в ужасе руки сами начинают одеваться ноги обуваются ими и меня какая-то чертова сила тащит в енисей и вот и искупался и души не все а у меня состояние эйфории вот преодолев себя я получаю дозу гормонов дозу наркотика но наркотика не того вот этого лдс или там как они называются а естественно наркотик который вам производится сам организм эйфория вот то есть можно посадить себя вот на это самый раз есть бегуны которые бегают только потому приучать себе что потом они также уже не хочется все равно бежит потому что наступает период ломки какой-то определенные это испытывал когда заблуждался туда вот а потом вдруг раз легкость второе дыхание узнать что такое второе дыхание это когда организм прыскивает из запасов тот же самый адреналин тот же самый наркотик вот то же самое было когда в горах блудил и не знал когда как выбраться это и спасало вот это еще не все получается что стуча грушу много лет однажды оказалось что я уже не могу не стучать по ней это то есть я как бы подсел я не могу я вот сейчас поставлю машину обратно тут у меня 300 200 метров отсюда мой дом домик дачный и когда это сделаю я тут же это я никогда не могу пройти мимо вот она висит висит там на коньки на торце этого самого сарая вот я ни разу не прошу чтобы не стукнуть это стало второй натурой для чего это надо чтобы однажды не получить по морде понимаете это очень важно возьмите грушу делается легко груша делается запросто это любая я эту грушу делал как я в первом этаже от моего подъезда находится ателье прихожу девчата все обрывки мне я вам помогу не надо выбрасывать в это куда-то вот они копят я забираю и копят я забираю наконец в плотной материи обыкновенный мешок на конце вот этот самый как бы петля ну как петля ну как в трусах ну поняли да потом набил мешок этот узел стянул повесил все висит вот это уже сюда когда приехал до этого у меня еще груша была на риска еще до этого она была у меня в этом студенческом общежитии еще с тех пор вот до чего это надо а для того что если при вдруг каком-то конфликте ударить дадут только один раз то раз уже не дадут а мне 72 года вот мне нужно попасть с одного раза второй момент меня лупили начиная со школы как школе не любят этих самых тех кто выделяется интеллектом есть такое хорошие ребята нормальные ребята но стоит может посадить попасть в классе парень не выебистый то есть извиняюсь такой как я скромный достаточно вот не хвастливый ничего единство что автоматом пятерки получал вот и все равно какая-то была инстинктивная неприязнь к чеку которая вышла немножко это и не выше может просто по-другому я уважаю всех туповатый парень у меня был в бригаде когда на риске работал да но он закрытыми глазами разбирал мотор и собирал и еще то что для меня вообще не 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 это это попробуйте разобрать собрать этот самый механическую коробку передать чтобы посыпник поменять я за это уважаю потому что я на это не способен а здесь то что получается так меня били вот не это надоело я пошел на штангу я пошел заниматься боксом последний класс это был и первых и первое этот самый даже даже уже не пришла даже когда я был уже на первом курсе института вот я повесил грушу и плюс еще пошел на секцию заниматься боксом все больше меня никто не трогал никогда самое главное это комплекс неполноценности я и жил я теперь не боюсь ходить ночью мне плевать даже если меня побьют но самое главное лишился страха вот потом модное карате потом только блоки 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 и с тех пор мне внушили тот кто ударил первый тот проиграл вот никто не может подойти ударить меня есть я тут же это бью удар левой рукой а правой не дай бог если это сам этот сломанная переносится а может быть и это и инвалидность и это понимаете я прошу вас я не хвастаюсь я говорю я прожил такую жизнь я жил себя комплекс неполноценности вот сейчас бьют женщины во дворе а я уже сколько примеров приводил вспоминайте на наш узкий круг а последний был такой ну пусть месяца два-три назад показали крик страшный двор многоэтажки десятки сотни людей на навидели парень убивал девушку и убил и так и никто и не вышел пока звонили полицию там пока женщины в окнах кричали не смей мы полицию вызываем убивал и убил но ведь можно выскочить с подъезда не с голыми руками можно взять арматурину можно взять эту самую любую палку можно выскочить втроем это умерзаться спокойно это вы понимаете откуда это большинство мужчин не умеет драться ну хорошо я не призываю идти в сексу я не призываю как я чтобы избавиться от страха от трусости чтобы я прошел штангу потом бокс потом каратэ нет повесьте грушу и постепенно постепенно вы когда руки почувствуют себя силу вот эту самую когда будет приливать кровь когда вы наносите первый удар 100 200 ударов в день хотя бы вот это следующий момент но ведь это еще и вспоминаем название фильма это еще и это если хилы сразу гроб это здоровье понимаете здоровье вот сколько я все наговорил и про горы сказал ну еще что сказать сейчас подумаю наверное еще надо уметь оказывать первую помощь пусть это уже не напрямую здоровье относится но это может быть даже еще и важнее вы знаете всегда кто-то из ваших близких или вы сами можете как-то упал потерял сознание очнулся гипс оказание первой помощи непрямой массаж сердца вот дыхание рот в рот и и прочее наложить шину это спасти человека когда я вынужден об этом говорить это горько это противно новый год 1 января утром женщина замерзла во дворе многоэтажного дома да может быть пьяная была не спорю а может плохо стало утро 1 января женщина средних лет замерзла замерзла то ли москве забыл каком-то крупном городе просто замерзла и никто и не пришел на помощь а пусть валяется пьянь какая-нибудь и нет человека и никто не себе не отнесет себя вот эту никто не считает наверно какая-то узнали потом что ее это уже замерзшую увезли утром и никто не почувствовал за собой греха ничего это крайний случай ну когда человек истекает крови артериальная кровь бьет фонтаном вот и будут стоять рядом и скорую вызывать скоро приедет все как крови нет все кровь все выхлестана сердце становилось качать ничего крови нет вот грустно получается но тема такая школе нихрена нет а выходит оттуда дети дуры дурочками дураки дураками ничего не знает ничего не умеют аттестат зрелости какая зрелость то ну и последнее вы же знаете чего здоровье ваших детей зависит вот умудрились бы вырастить без памперсов без подгузников а без тесных плавок приучили бы их ходить без трусов в этих только в штанах но без трусов спать без трусов сейчас же все чистенько сейчас есть истеральная машина сейчас же из подня это она не так нужно как это как раньше потому что пачкалась из подня и можно было сменить и дальше ходить но при этом перегревались яички у детей страшная эта вещь ребята вырастает остаются детьми потому что у них недоразвитые органы в эти органы не производят достаточного количества мужских гормонов мужские гормоны это не только сила это сила это локоть и ум 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 нам поэтому мальчиком бог дал возможность быть умнее быть хозяевым лидерами вот быть защитниками а вместо этого вырастает даже не женщины об неизвестно чем она какое-то их процент растет 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 а вот в японии то есть это в англии женщины некрасивая вот просто такой ну как бы фенотип а мужчины красавцы зато все геи вот ну наверно кто-то преувеличил что все геи на их процент растет поколение за поколением она в тепле она комфорте она не двигается она физически не развивается у них извините яички перегретая сутками годами вот это можно понять это уже крик души мужик догоняем этом деле хоть у нас началась борьба какая-то вдруг нашли нового врага мало нам украины нового врага нашли лгбт геев лесбиянок и прочих трансфеститов вы представляете что творится вдруг команда фас нашли себе врага да вы просто не делайте из детей этих же самых геев а родители не знают а те кто обязанных научить тоже не знают школьники не знают учителя биологии не знают сколько угодно ведь мы чё только не проходим как устроена это самое дуванчики пожалуйста сколько типов червей типов червей проходит школе мы знаем для чего черви нужны переработают листья и вот вам пожалуйста накормят дерево и себя заодно почву арирует нет это самое там так тип такой тип такой тип такой тип такой тип такой вот а как песен не разлагается от алкоголя про это не говорят а наркотики а курева черные легкие от курева показать вот эти картинки чтобы сразу бы это побежал выбрасывать эту пачку сигарет ну все выговорился благодарю за внимание